И вот он, наш капрот, ребята. Ну что, сбрасываем бомбы, а сегодня наш кап гню и сбрасываю все бомбы. Промазал. Ай, мне на все бомбы плохо скинул, и я тут плохо скинул. Фу, жизнь, да, похуй взял? Потому что, ну что, уже у меня маловато осталось. На тебе бомбочку. Вот когда бомбочкой хорошо попадаешь, ой-ой-ой, вот это, смотрите, какие, какие атаки. Пол жизни уже отняли. Что-то за капитан ведро. Быстрее сматываемся от него, ребята, сматываемся. На тебе, капитан ведро отставит меня. Ребята, фу, взяли жизняку. Вот это капиташка. Вот это капиташка. Ой-ой-ой-ой. Меня еще, меня еще какие-то отнимут. Всем привет, ребятки, с вами Никита Калагеймс. И мы продолжим играть в машина. Есть машина третья часть. Как вы помните, ребята, в прошлый раз мы открыли совершенно новую тачку Каракоп. Его полностью прокачали, немножко протестировали, посмотрели, что это за машинка, как она ездит. И теперь давайте нашим Каракопам, по традиции уже, будем проходить всех боссов, ребятки. Посмотрим, как он будет быстро, насколько мощно, какое он покажет им противостояние этим боссам. Ну, в общем, посмотрим, как он будет вообще с ними сражаться, ребята. Первый босс, как мы знаем, у нас Капрод. Где наш Капрод? Вот он. Ну что, давайте посмотрим, что же наш Каракопчик покажет Капроду. Ну, в принципе, там и там полиция, да? Как бы одинаковые боссы, одинаковая тачка, чем-то они схожи. Может быть, получится даже что-то интересное. Ну, я думаю, Каракоп, ребята, быстро всё-таки загасит. Как-никак, это самый первый босс, он самый слабенький. Ну, не будем загайдывать, давайте посмотрим. Так, полицейский, фу, полицейского даже не заметил. Машинку. И вот он, наш Капрод, ребята. Ну что, сбрасываем бомбы, сейчас его немножко обгнем и сбрасываем все бомбы. Ай, промазал. Сейчас промазал. Вот они, бомбочки, пошли. Так, немножко бомбочек сбросил. Ну да, у него уже практически, ребята, жизни не осталось. Давайте ещё сейчас соберём пара бомбёг. Ну что, может, они... На себе, Каракоп. Ну что, всё? Да, ребята, мы его победили. Ну, как я это полагал. Капродик, это слабенький босик, слабенький. Ну, всё равно, достойно сражался, согласитесь. Что, идём дальше? Итак, следующий у нас босс молния. Где же наша молния? Вот здесь она, в этом замке сидит. Что, будем её, ребята, выкуривать, эту молнию, да? Вот она, молния, главный среди федералов. Ну, посмотрим, насколько ты главный. Верим, что у тебя тоже нет никаких шансов против Каракопа. Хотя, да что же, полиция, да? И танкопрод полиция, и молния полиция, и наш... Каракопчик тоже полиция. Ну, что же, давайте, давайте, взглянем на эти баталии. Ну, что Каракоп? Каракоп. Посмотрим, молния будет сильнее или нет, Капрода. Вот она, на тебе сразу бомбочку, молния. Опа, жизняк, мы их взяли. Ой, 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 это вот эти шмароны вперёд нас не заехало. Проходим её, бомбочку заскидываем. Ай, я на все бомбы плохо скинул, и эту плохо скинул. Фух, жизня похуй взял. Может, она сколько уже у меня маловато осталась. На тебе бомбочку, вот когда бомбочкой хорошо попадаешь, что, ребята, на тебе молния. Есть. Молнию мы, ребята, сделали. Ну вот, чуть бы они меня всей жизни не отняли, да, как вы заметили. И что же, у нас остаётся последний босик. Самый главный это ням-ням или капитан Бедро. Вот здесь он, ребята, у нас, да, сидит. Вот что же, это уже у нас никакая не полиция, это просто какой-то кораблик с большущими зубами. Будем надеяться, что мы его сделаем. Хотя я сомневаюсь, ребята. Если мы молнию так, ну так, более-менее еле-еле прошли мы, сказать, если бы жизни не взяли в конце, самым. Ну не знаю, с капитаном Бедро придётся потягаться, наверное. Ну что, Рокопчик, готов ты противостоять капитану Бедро? Ой-ой-ой-ой, вот это, смотрите, какие, какие атаки. Пол жизни уже отняли что-то за капитан Бедро. Быстрее сматываемся от него, ребята, сматываемся. Ого-го, надо же жизняку прочно брать. Прочно жизняку. Потом жизняку возьмём, только тогда будем атаковать дальше. На тебе, капитан Бедро отстань от меня. Ребята, фу, взяли жизняку. Вот это капиташка. Вот это капиташка. Ой-ой-ой-ой-ой, меня ещё, меня ещё какими-то этими электросоп прям по паре. Я ничего не могу сделать, ребята, ничего не могу сделать, ну. Всё. Нас капитан Бедро победил. Ну что, восстанавливаемся? Кола, конечно, у нас ещё, наверное, не было. Последние, все наши новые тачки, они достойно себя показывали против капитана Бедро. На тебе, капитан Бедро, я тебя, не сбил. На, взрывайся ты, да взрывайся же ты. Да взрывайся же ты. Есть. Неужели? Это капитан Бедро. Неа. Каракопчик очень, ребята, слабый, очень слабый. По сравнению с тем же Битриком, Берсеркером, даже Франк Капштейн, по-моему, лучше капитана Бедро сделал. Ну, вот Битрик. Но вот самая классная тачка Битрик, ребята. Ну что, ещё давайте попробуем против какой-нибудь уровень нашим Каракопчиком, чтобы уже кончательно сравнить. Его сравнить, вот у нас, видите, тут подложит тона есть, да? Давайте пройдём какой-нибудь. Посмотрим, как он себя будет на обычном уровне вести. С ПТР, с теми же федералами бороться. Нормально, он скушает все эти машинки. Потому что конечно, в последнем боссе я разочаровался, ребята. Потом Каракопчики, зачем делать новые тачки, которые слабенькие? Так что, смотрим, как он пройдёт этот уровень, наш Каракопчик. Э, а где все? Никого-то я не вижу. Смотрите, у меня вот это прикол, ребята. Давайте сначала начнём. Пропасть было в самом начале вообще, стыдно. Поэтому я решил перезапустить этот уровень. Так будет немного интереснее. Где все? Где вся полиция? Почему и при нападает? Где все гражданские? Да. О-о. Помнил, как говорится, вот и оно, да? Янка, янка, мы уже знаем. Поэтому мы и прошли. БТР, а вот, наконец-то гражданских вижу. Вот он гражданский есть, я его раздавил. Второй гражданский. Куда ты от меня не уходи. Так, соберём немножечко. Ух, сколько там БТР встал. Я скидываю гранатки. Фу, хорошо, гранатки ребята скинул. Что, идём дальше. Кто следующий? Кто следующий против каракопа? Ужизняк, это вообще хорошо. Летаем, это бомбочек. Сотвергцы. Ой, у меня это, это, смотрите, ребята. Ничего себе, меня сбили. Восстанавливаемся. Я, если честно, в шоке. Лоб-лоб столкнулись, и он меня просто загасил тот БТР. Конечно, это чудеса какие-то. Вроде у нас же мощный прокачан каракопчик. Не знаю, как по мне, он вообще не о чём. Смотрите, одно лобовое столкновение, да, и у него сразу очень много жизни снимается. Такое ощущение, что они как-то, не знаю, броню ему прокачали, эти ножики его слабые. То есть, вот только спереди стоит кому-то врезаться в нас. Всё. Мы там ямка уходим еще кублероксы. Скидай бомбочки. Карако, сматывайся, сматывайся, фу, гриха подальше проходим на этот уровень, но, конечно, с большими, ребята, проблемками, с очень большими проблемами. Я, если честно, думал, что Карако будет намного круче, намного. он оказался даже слабее Франкопштейна. В общем, для меня на первом месте это Битли и Берксеркер. Ребята, ну что, будем ждать следующее обновление машины из машины 3. Как вы знаете, там у нас будет Танкоминатор. Я думаю, Танкоминатор будет точно мощная машинка, очень мощная. А на этом, ребята, всё. С вами был Никита Телла Геймс. Подписываемся на канал и ставим лайки. И ждём следующее видео. Таки-таки.